Светлана Прель Серьезно? Да Серьезно, да Мне кажется, я вас уже удивила Так, я еще знаю, что вы сказочник, любите читать сказки Но вот что мне интересно Что бы вы, взрослый Иван Кокорин, сказали бы Ванечке Кокорину Если бы была такая возможность вернуться в прошлое? Ой, какой хороший вопрос Чтобы верить в чудеса Я бы сказал бы сам себе Смелее иди той дорогой, которую ты себе выбрал И на твоем пути не будет преград И 101-я дверь откроется 101-я откроется? Да То есть посмелее надо Ванечке? 1-я, 2-я не откроется 101-я откроется Не отчаиваться? Не отчаиваться? Совершенно верно Иногда нужна какая-то была поддержка Вот, ее только с годами ее обретаешь в себе, в самом Вот, какой-то, может быть, смелости даже Как думаешь, Ванечка бы послушался твоего совета? Или сказал, стань, мужик, я сам знаю, что Сам с усам Может быть, и пропустил бы между ушей То есть бесполезно возвращаться в прошлое и давать советы Выходит так Сам сказки пишешь? Нет, нет такого таланта Таланта ты думаешь? Таланта такого нет А мне кажется, я бы с полпинка сказку сочинила Нет? А в чем сложность? Ну, все-таки сказка, это же не просто некий событийный ряд Это некая философия Это все-таки некая образность А с этим у меня большая проблема Ничего себе актер, у которого проблемы с образами Скажи с философией Ну, философия, мне кажется, она подразумевает такое образное мышление Человек, который любит философствовать Обязательно какие-то картинки в голове идут, идут, идут И он их должен донести, что-то прочувствовать Особенное такое И вот, кстати, про глубину Что суждений, что размышлений В одном из интервью вы сказали Что если нет глубины в роли, я ее не чувствую Я могу запросто отказаться А мне кажется, это такой простой способ А если какую-то такую роль, которая вам кажется не очень глубокая Наполнить глубиной И внести что-то свое, а не отказываться Может быть, так было бы правильно? Ну, я скажу так, что есть роли, которые тебе предлагают И внутри уже заложены Они, может быть, не закладывали сценариста Но я вижу, где я могу проработать и глубже это сделать А есть то, что предлагают, где, ну... Совсем безнадега Да То есть есть такие Тут хоть как крутись... Я много отказываюсь Много отказываюсь Ну, это достойно Мне кажется, вообще, вот браться за все подряд Это вот как есть, что ни попадя Надо как-то себя уважать во всем и везде Согласны со мной? Согласна Мне приятно, когда мужчины со мной соглашаются Мне нельзя говорить нет, только да Вы боитесь красивых женщин? Боюсь Почему? Почему? Ну, какая-то магия в них есть Магия все-таки присутствует Вы думаете, это возможно разгадать? Просто очаровывайтесь Можно попытаться И не пытайтесь Мой вам совет Почему это приведет? Какие последствия? Ваша первая роль в фильме «Брат 2» Да? Эпизодическая Ну, классно вы там сыграли Очень клево Я даже не узнала вас сначала Когда просматривала материалы Вот мне интересно сейчас У вас такой опыт в силу возраста На какую бы роль сейчас претендовали бы В этом фильме? Мне очень нравится то, что делает Виктор Сухороков Да, потрясающе Да, я несколько раз с ним снимался И меня настолько он Удивляет и поражает Не только вас Своей харизмой Своей природой И я бы вот попытался бы сделать Я понимаю, что я сделал похуже А зачем-то не это Нормально Я абсолютно согласен Я сделал бы как-то по-своему Но то, как он делает Просто вызывает восхищение Я однажды посмотрел его фильм С его участником «Бедный, бедный Павел» Потом где-то я говорю Виктор, ну скажи Виктор Иванович, скажите, пожалуйста Как вы это делаете? Боюсь, он не дал ответ Я столько просидел И в библиотеках И фильмы смотрел Чтобы узнать про своего героя И вот я думаю Это было лет 10 назад Я у него спросил Я думаю, вот как надо работать Ты должен про своего героя знать все А разве вы не так работаете? Вы поверхностно? А? Ну, для меня в этом плане пример Я стараюсь так работать Старайтесь Потому что, мне кажется Если делать, то делать надо по поводу Слово «старайтесь» тоже, но какое-то ученическое 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 Ну, раз для вас еще есть такие кумиры Которые глубоко изучают свою роль А вы считаете, что вы еще к этому только приходите Значит, да Еще есть чему поучиться Но, а с другой стороны Сколько, да Век живи, век учись Это нормальная история Так, отлично Пока мне всем нравится Сова Вы права, который я уже поняла Нет Да не представляю, куда бы я еще забредел Как вы следующий вопрос Отсказочный вопрос Идите за мной Так, хорошо Немножко такая вот грустная нота Незадолго до того, как Сергей погиб Бодров Вы с ним встречались И потом уже, когда все эти события произошли Наверняка мы каждую его фразу вспоминаем Да, кто был свидетелем этих вот последних минут, дней, недель И кажется, что каждая фраза его имеет какой-то смысл И что-то было предопределено И что-то, может быть, он чувствовал Было у вас такое ощущение Были эти вот Когда я сидел рядом с ним Да, и вот задолго до того, как это За две недели, да, вы его увидели Ничего не предвещало Ничего Никаких таких вот фраз Может быть, я что-то не заметил Никаких снов Нет, нет, нет Или, может, не заметили Ничего такого, что я сказал Ой, нет, я не участвую Наоборот, я хотел, чтобы он меня взял То есть, нет А вы видели человека, который собирался долго жить И ничего не предвещало вот такой трагической Который был заряжен своей энергией на то, чтобы снять кино Вот это я видел И это настолько всегда подкупает Когда ты знаешь, что человек хочет К чему он идет Согласна Ладно, тема немножко грустная Перейдем к другой теме Вот при поступлении в театральное училище Я часто слышу, актеры говорят о том, что нужно Я не поступала Вот, что нужно сдавать басню И всем вот так вот просто приемной комиссии Вот стрекоза и муравей Я именно стрекозу и муравья вам подготовила Сейчас я ее прочитаю У меня нет театрального образования, актерского Ничего такого подобного и даже и близко Я сейчас вам прочитаю А вы мне скажете честно А со мной можно только честно Поступила я на курс Ивана Кокорина Поиграем сейчас в такую игру или нет И укажите мне на мои ошибки Вы согласны? Давайте попробуем Давайте Ошибка моя, конечно, в том, что от девичества Ну, вернее, не ошибка Нюанс такой есть, что от девичества У меня осталась память Только по той простой причине Я и буду подглядывать свой конспект Я не выучила наизусть Это уже минус Но ничего страшного Возьму другим Попрыгунья стрекоза Лето красное пропела Оглянуться не успела Как зима катит в глаза Помертвела чисто поле Нет уж дне этих светлых боли Как под каждым ей листком Был готов и стол и дом Все прошло Зимой холодной Нужда, голод настает Стрекоза уж не поет И кому же в ум пойдет На желудок петь голодный Злой тоской удручена К муравью ползет она Не оставь меня, кум милый Дай ты мне собраться силой И до вешних только дней Покорми и обогрей Комушка, мне странно это Доработала ли ты в лето Говорит ей муравей Да того ли, голубчик, было В мягких муравах у нас Песни резлась каждый час Так что голову скружила А, так ты Я без души Лето целое пропела Переворачивай Ты все пела Это дело Так пойди же попляши Слушаю вас, Иван Когорен То есть я должен сейчас дать оценку Безусловно Поступила ли я на ваш курс На мой курс не поступили Какие ошибки? Не ошибки Просто на поступление Нужно очень точно Понимать тот образ В котором ты предстаешь перед зрителем Да Ваш образ сейчас Для поступления он не годится То есть я бы как минимум Убрал бы волосы Нет, ну за отимиджем давайте Нет А, ну окей, хорошо Все, полностью Вы же несете с собой образ чтеца Чтеца, так В данном случае Вот, поэтому Поэтому Убрали бы волосы Прическа, как у вас Убрать волосы Для поступления на курс Ивана Когорина Не такое, может быть, я яркое платье бы взял Да Потому что все-таки я отвлекаюсь Огромные очки Нет, нельзя себя закрывать Да Нельзя Я отвлекаюсь на ваш образ У вас очень яркий образ Вот Для чтеца Это плохо для актрисы Будущей Для поступающего А, то есть поступающий должен быть серой мышкой А потом уже Переодеться Это первое И когда увидел себя в списках Такая А вот и я Так? Вы знаете, какое счастье, когда ты видишь себя в списках Знаю Я видела себя в других списках Это счастье Вот И перед тем, как вы начнете читать Как? Тут есть магическая одна вещь Которая заключается в том, что Нужно собрать внимание Вы сразу стали читать То есть пауза такая, да? Конечно, пауза – это великая вещь Пауза Смотрим в глаза Но она ненавидженная пауза Она какая? Покажите мне мастер-класс Вы помните басню? Нет Пожалуйста Покажите мне мастер-класс Я могу вам другую прочитать Нет, я хочу это Чтобы зритель понял, что я лопух А профессор – нет Нашли? Нашел Давайте Попрыгунь из трекоза Лето красное пропела Оглянуться не успела Как зима катит в глаза Помертвела чисто поле Нет уж дней тех светлых боли И под каждым ей листком Был готов и стол, и дом Все прошло Зимой холодной Зимой холодной Нужда Голод настает Стрекоза уж не поет Голод настает Стрекоза уж не поет То есть я Должен сделать так Чтобы у вас рисовались картинки Да, да, да А у вас какие картинки рисовались, когда я вам читала? Глаза мне? И правду Другие картинки Вот То есть мы рисуем картинки Мы с вами рисуем картинки А вы абсолютно правильно сказали Правильно Правильно сказали Да Так сейчас немножко в другую сторону выводите Почему? Вы это уже Я к стрекозе все ближе Потому что Да Самое главное В чтецком искусстве Так Это даже Не то, как вы читаете А то, какие образы вы создаете словами Да Дайте бабочку Подождите Ага Вот вы как уже Какие образы вы создаете Так И как вы умеете налаживать связь Между артистом и зрителем Я вот читаю И я смотрю Понимаете вы, не понимаете Черт его поймешь Вас Понимаете вы или не понимаете Стрекозу вы понимаете Смысл ли понимаете Зиму ли вы чувствуете или не чувствуете Чувствую Мне холодно Вам холодно? Мне холодно от вашей зимы И весело от моей стрекозы Давайте соединим вашу холодную зиму И мою попрыгунью ветреную стрекозу С муравьем определимся позже За нас И за искусство У нас вода Идем дальше Так Значит не поступила я Ну ладно Запомним Запомним Часто Артисты в интервью любят повторять Вот давайте слушать Ну не только артисты И может быть они и правы Давайте каждый будет заниматься своим делом Ну вот Все-таки Это профессия Что каждый свой нос туда суете Каждый прям считает Что он такой талантливый А я знаю много примеров И не только я Где люди стали Очень успешными Талантливыми Актерами До того Как они получили Актерское образование Или не получили вовсе Татьяна Друбич Пример такой Пожалуйста Очень яркий Людмила Савельева Ее вообще обожаю Да Вот в фильме Война и мир Бондарчука Это просто потрясающий фильм Гениальный режиссер И она Вот лучше ее Наташу Ростову На мой вкус и взгляд Не сыграл никто И вообще Глупость большая Шедевры Переделывать И пытаться сделать Что-то другое Вот сколько я смотрела Но вот даже близко Нет Все Есть гениальное произведение Целостное Абсолютное И не трогать его Это мое мнение У кого-то может быть другое Ради бога Всем хотят кого-то переплюнуть К чему я это К чему я это веду Так вот Людмила Савельева Во время съемок Она говорила Не будучи актрисой Она говорила Не надо мне повторять Чтобы я повторяла Уходит естественность Я сразу вживаюсь роль Сразу ее чувствую Сразу проживая Не надо мне мучить Вот этими повторами На что Бондарчук Сказал Ты права То есть актер Он может повторять Сколько угодно А она сразу Вжилась И выдала результат И ей не нужны были Эти повторения А он как режиссер Ну по По шаблону Какому-то может быть Шел Что еще дубль Еще кадр Он искал что-то свое Может быть искал Что-то свое Но в итоге Он с ней согласился И он перестал Ее этими дублями мучить С ней согласился К чему я это веду К тому Что тезис Раз у меня Сапрельский тезис Тезис моей программы Что Артист Это не профессия А божий дар Вот как ты К этому Как вы К этому Относитесь И разбейте В пух и прах Или согласитесь С моим тезисом Потому что Здесь есть Правда В ваших словах Потому что У нас огромное количество Текста Мы его учим Но что-то самое главное Кроется между текстом Мы можем мало Говорить много Можем много говорить Можем не говорить вовсе Можем не говорить вовсе И сила не в тексте Абсолютно А в чем? В той энергетике В том посыле Который должен чувствовать Вот это та самая харизма Но это не вся правда Ну конечно А еще Сила в том Что Какой мы внутренний Посыл Передаем зрителю То есть мы можем Своей игрой Говорить о том Что Да переживем мы Эти все кризисы Да все нормально Ну чего Потяпим немножко Все нормально Будем просто сейчас Как-то чувство юмора Которое нас поддержит И заставит нас Выдержать Это время Год, два, три И все Нам же нужна На самом деле Только поддержка Немножко любви И чувство юмора Да И вот например Артисты Которые Большие артисты Они этим владеют Они понимают Очень коротко Очень коротко Но по существу Вы закашлялись даже Я закашлялась Да Вы что-то такое Внесли в меня Какую-то сущность Снедрили Мне першит в горло Скажите Иван Вы играли героев Любовников Почему Как вы думаете Это несправедливо Не предлагают Нет Это просто так жизненно Так устроено кино Вот так скажем Потому что кино Это все равно Ну а почему Не предлагали Ваше мнение Это вы мне вопросы задаете Да Но у вас даже Если бы я был бы режиссером Так стоп Вы хотели бы сыграть Героя Любовника Не хотели Но поэтому не предлагают Вас это устраивает? Я вам скажу Одну такую вещь А почему Интересно Не хотели Красавчиком Таким выступать Однажды Однажды А потому что Есть другие роли Которые Как ни странно И интереснее И глубже И парадоксальнее Однажды У меня была такая история Меня пригласили На На пробы На главную роль И я когда пробовался Ой, я не знаю Могу я потом говорить Можете Мне можете Я чувствовал Что То, что я делаю Продюсеру И режиссеру Неинтересно Так Ну вот Интуиция Я собирался уходить Он говорит Подождите 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 А я прочитал сценарий Попробуйте вот это Я говорю Как ты А там человек Крадет лошадь И убивает человека Да Я говорю Вы ничего не путаете Да Мы очень хотим Чтобы вот это попробовали Я говорю Я не буду это пробовать Почему Ну мне неинтересно Это Ни причин следственной связи Ни судьбы человека Почему Я не буду Ну попробуйте Пожалуйста Попробуйте Поубивайте Я попробую Ну как Собираюсь уходить домой Мне говорят А нет Потом уже позвонили И говорят Вот мы очень хотим Чтобы вы эту роль играли Я говорю Я не буду играть Возьмите другого человека Нет А что сделать Чтобы вы сыграли Этого человека Я говорю Давайте поймем Причину следственной связи Почему он это делает От чего это Давайте встретимся Мы встретились Режиссер Два продюсера Актер Четыре Кто-то еще был А сценаристы Два человека были Так Да Обсудили темы Разошлись Через месяц звонок Приходите Так Я пришел Настойчивые какие ребята Я пришел У меня появилась жена Они написали мне историю А У меня появилась Сценическая жена Которую я очень люблю Но я подкаблучник И она Моими руками Делает пакости Ну понятно В общем когда И у меня Из Простите Из двух съемочных дней У меня получилось 35 съемочных дней Все говорят Ой-ой-ой Да ты это просто денег заработал Нет История появилась Отлично История шекспировская И я честно говоря И не знал Как ее играть Иван То есть получается Я еле ее Вот Это я говорю о том Что Чтобы человек стал убийцей Пусть у него появится жена Он и лошадь захочет украсть И убить Ну почему не об этом Ну звучит-то так Смотрите Не было истории Не хотелось ни убивать Ни лошади красть Я это делал Во имя любви К своей жене А Вот она Все равно женщина Очень И когда я принял решение Что я буду это играть Я понял Для чего я это делаю Почему я это делаю Какой я посыл зрителю говорю Вань Можно я пожму Вашу честную руку Мне нравится Все что вы говорите Ну не как ужище Какую еще Еще раз Пожмите руку Давай Еще раз повтори Возможно я Вань Иван 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 Могу я пожать Вашу честную руку Мне все очень нравится Все что вы говорите И делаете Правда А если Прель говорит Она говорит правду А вы можете мне Ладно играть Значит Героев любовников И не хотите Вам и не предлагают А вы можете Придумать таких Три оригинальных Подката к девушке Вот вам нравится Девушка И вы такие вот Три оригинальных Почему Вы будете ломаться Не хочу Потому что я сейчас Буду что-то из головы Придумывать Тянуть Так это же здорово Так придумывать Нет А вот так вот Экспромтом Быстренько Нет реакции Не хочется Я бы знаете что Я бы сказал стихи читать А ну вот Хотя бы один вариант Вот допустим Идет девушка Вот допустим я Допустим я вам нравится Мороз и солнце А я так Ой Осень же на дворе День чудесный День чудесный Еще ты дремлешь Друг прелестный Нет Проснулась Проснулась я Пора Красавица Порадуйся Открой Сомкнутый Негрый Взор И навстречу Северной Аврор Звездой Севера Явись Отлично Иван Этот вопрос Я всем задаю Мне очень нравится Его задавать Потому что Все от него Виснут Какого дара Природы Вам не хватает Хороший вопрос И это третий Хороший вопрос От Ивана И он тоже завис Завис или ответишь Отвечу Давай Что не хватает Какого дара природы Тебе не хватает Коронный вопрос От Светланы Прель Упорство Упорство Хороший ответ От Ивана Кокорина Упорство Сказал Упорство Иван Кокорин Расскажите мне Пожалуйста Три основных Тезиса Ну а может У вас их больше Три основных Тезиса Актера Ивана Кокорина Ну это могут Это как Принципы Дожизненные Работы Или что Вот что хотите Вот что Вот что Вот в голову Приходит Вот три Основных Постулата Ивана Кокорина Какой хороший Вопрос Заметьте Вы меня уже Два раза Похвалили Не за горами И третий раз Не за горами Не за горами Не перехвалить Нет Ну при поступлении Вы меня Достаточно поругали Это месть Это месть Сейчас идёт Я понял Никакой месть Я не мстительная Да я вижу Да Это ж я так К словцу Три Три А повторите вопрос Пожалуйста Три основных Тезисы Ивана Кокорина Какие у меня Красивые руки Маникюр Я делаю В гримерке Красоты Маникюр Ну Первый Ну я просто Не совсем Понимаю Ладно Окей Тезис Утверждение Профессию я сейчас Либо я в профессии Либо я Мои человеческие принципы Давайте Профессия Человеческие принципы Семейные принципы Будет три Но если что С точки зрения Профессии Для меня важно Что играть Это я уже поняла С точки зрения Ну Ивана Кокорина Вот по жизни Какой человек Да Вот есть Определенные утверждения Определенный тезис Определенный принцип Не сверну с пути Вот для меня Это важно Для меня главное Честность Правда Ну такие Очень избитые Конечно слова Ну а такие Важные Правда Я еще Когда я Преподаю И я вот Мастерство в кадре И я ребятам говорю В кино было все Не было только вас Хорошая правда И старайтесь Ничего не Играть Когда мы играем Мы Волей-неволей Подмену какую-то делаем Будьте настоящим Вот я хочу быть И стремлюсь к тому Чтобы быть настоящим Замечательные слова Замечательные Тогда и в кадре Никто не переключит На вас кнопку На другой канал Потому что вы будете настоящим Потрясающе Мне очень нравится И на этой Замечательной ноте Я хочу закончить программу С актером Иваном Кокориным Приходите на его спектакли Куда можно приходить Театр Маяковского Театр Маяковского Спектакль «Изгнание» Приходите с тобой Приходите И меня пригласите Пожалуйста Я тоже обязательно приду С вами был Иван Кокорин С вами была Светлана Прель Я надеюсь Что вам очень понравилось А кому не понравилось Пересмотрите еще раз И вы обязательно найдете Что-то для себя Полезное Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok